Взгляд Боливию пугают рукой Кремля Л. Боливию пугают рукой Кремля 24 октября 2019 года 21.19 фото Георг Гуэнт ДПА ТАС-текст Алексей Нечаев, Иван Абакумов Москву вновь обвинили во вмешательстве в президентские выборы На сей раз в Боливии, где под вопросом проведения второго тура выборов Статью о вмешательстве сразу на трех языках написал российский оппозиционный ресурс Якобы Кремль отправил на помощь президенту Моралесу тайный десант политтехнологов Однако авторы разоблачения показали слабое знание политической ситуации в Боливии Пожалуй, одна из самых дружественных для нас стран Латинской Америки Боливии оказалась на пороге государственного переворота Об этом заявил президент страны Эва Моралес Так он расценил массовые уличные протесты оппозиции, начавшиеся в стране после воскресных президентских выборов По итогам по счету 95,63% голосов лидирует Эва Моралес в 46,85% За ним следует его основной оппонент Карл Смеса с 36,74% голосов Этой разницы, согласно Конституции Боливии, достаточно для победы Моралеса в первом туре В четверг Моралес выступил на пресс-конференции, где объявил себя победителем Но проблема в том, что ранее о том же заявил его основной соперник оппозиционер Карл Смеса, в чью поддержку выступил его электорат Моралес оценил ситуацию однозначно В стране происходит государственный переворот Он был подготовлен правыми силами при международной поддержке Уличные выступления оппозиции вынудили президента ввести режим чрезвычайного положения Объявив мирную и конституционную мобилизацию для защиты демократии Массовые протесты вспыхнули как в фактической столице страны Ла-Пасе Так и в официальной городе Сукри и других крупных городах страны При этом сам Моралес, политик неконфликтный, открытый миру, абсолютно не против того Чтобы чистоту по счету голосов удостоверили международные организации Среди них и организация американских государств, ААК Которая по просьбе Больвейского правительства дополнительно проверит протоколы голосования В российском МИДе также выразили надежду на то Что по счету голосов завершится в мирной обстановке В соответствии с законодательством Боливии Но кризис вокруг выборов теперь ни в одной стране мира Похоже, не обходится без того, чтобы в нем не упрекнули Москву Так случилось и на этот раз Российское издание «Проект» в среду выпустило расследование о том Как Россия помогает Эвамарелесу победить на выборах Если обобщить сказанное в этой статье То российские газкомпании, в числе которых есть Росатом, Газпром, РЖД и вертолеты России Заключили в последние годы выгодные соглашения в Боливии Чтобы сохранить у власти Моралеса Обезопасив свои контракты, Москва якобы отправила в эту далекую заморскую страну группы политтехнологов Причем особая роль в боливийской истории, по версии проекта, отводится именно Росатому И подчеркивается связь госкорпорации с ее бывшим руководителем А теперь первым замглавой администрации президента России Сергеем Кириенко Чьи сотрудники координировали из Кремля подбор специалистов для отправки в Боливию Есть ли страна, где мы не вмешивались в выборы, по мнению Запада? Иронически заметил по этому поводу газете «Взгляд» член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов В свое время мы вмешивались даже в выборы в Мексике, как известно Была такая информация Где выборы? Там обязательно ищут след России Там обязательно есть какой-то элемент вмешательства По мнению сенатора, такие обвинения на самом деле отражают комплекс свины Запада Вся западная демократия построена на принципе «Если мне не нравится тот или иной лидер страны, то я буду все делать для того, чтобы оторвать ему голову» Они этот синдром автоматически переносят на всех остальных, и на нас в том числе, подчеркнул Морозов Западные лидеры не могут представить себе ситуацию, что можно признать выборы в другом государстве Даже если им не по вкусу результат, заметил собеседник, напомнив, что у Москвы всегда был иной подход Даже если нам не нравится какой-либо режим в силу каких-то его качеств, мы не полезем его свергать Нам никогда, к примеру, не нравился Саддам Хусейн Но нам в голову не приходила идея разбомбить Багдад и повесить диктатора, которым нам не симпатичен, подчеркнул Морозов «У нас просто нет этой традиции, в отличие от, скажем, США, которые больше 80 раз посягали на власти в различных странах мира Они даже не могут взять в голову, что это совсем не обязательно, это абсолютно не наша история Пусть лучше на себя оборотится», — добавил Морозов Примечательно, что именно такое развитие событий обвинения Кремля во вмешательстве в боливийские выборы Газета «Взгляд» предсказывала еще в июле, когда в Москве состоялась встреча Эва Моралеса и Владимира Путина Впрочем, боливийский вброс отличается от предыдущих разоблачений российского вмешательства по нескольким пунктам Во-первых, обвинение было озвучено через российское оппозиционное СМИ Во-вторых, акцент был сделан на Росатомии Кириенко Зато по традиции полностью отсутствуют какие-либо весомые доказательства российского вмешательства в выборы и в стиле «Highly likely» демонстрируются фотографии малоизвестного российского политтехнолога Владимира Рябинина, которые он сделал месяц назад в Ла-Пасе Сам Рябини не отрицает, что ездил в сентябре в Латинскую Америку Проекту он сам заявил, что действительно был в Боливии, но ездил в отпуск, а в прошлом году и был во Вьетнаме Почему не задаете вопросы про визит в эту страну? Единственное, что не вызывает сомнения в данной публикации, так это констатация очевидного и давно известного факта У Росатома есть серьезные интересы в Боливии, и совместные проекты начали реализоваться именно при Моралесе Еще в 2016 году стало известно о планах госкорпорации построить в Боливии центр ядерных исследований и технологий Кроме этого Боливийское министерство энергетики и Росатом подписали договор о совместной добыче лития, который используется в производстве ботарей Но в целом совместные проекты России и Боливии при Моралесе не исчерпываются участием Росатома или Российской атомной отрасли в целом, и появились они за долго до июльской встречи двух президентов Спустя три года после прихода Моралеса к власти в 2006 году Москва и Сукри заключили соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере и создали межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству В прошлом году появилась договоренность о строительстве российской компании «Акрон» в Боливии двух заводов по производству удобрений Также Россия оказывает помощь в подготовке специалистов для различных отраслей экономики страны Между странами развивается сотрудничество в нефтегазовой отрасли «Газпром» помогает в создании научно-исследовательского института природного газа, а также помогает создать план-генеральную схему развития газовой отрасли до 2040 года Также «Газпром» участвует в разведке и добыче природного газа на месторождении Асера и в других проектах Боливия поставляет на маловянные руды и концентраты, продукцию химической промышленности и фрукты Однако в публикации проекта акцент сделан именно на Росатами, чтобы тем самым попытаться обосновать руку Кремля в боливийских выборах Ведь один из ключевых чиновников администрации президента руководил Газкорпорацией до 2016 года Примечательно, что расследование вышло сразу на трех языках кроме русского, еще и на испанском и английском, хотя у проекта вообще-то нет иноязычных версий Видимо, с расчетом на то, что медиамашины США и Британии в условиях постоянной борьбы с русским вмешательством с удовольствием подхватят и растиражируют подобного рода вброс Его даже переводить не надо, за них всю работу сделали российские публицисты, причем целая команда под заметкой сразу шесть подписей А целью материала представляется желание обострить ситуацию с посчетом голосов в самой Боливии, которая и так наколена до предела, выставив морали с амарионеткой Кремля и в перспективе усложнив диалог между Москвой и Лапасом Но достичь он те российских целей в регионе вряд ли удастся, считает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук Збегнев Ивановский Дело в том, что в Боливии не работает привычная схема Если один кандидат в президенты дружит с Москвой, то другой непременно ориентируется на Вашингтон Боливия исключение Там главный оппонент действующего президента Карла Смеса также придерживается левых взглядов, его нельзя назвать проамериканским политиком И это еще один аргумент в пользу того, что у России нет особого резона рисковать, вмешиваясь в боливийские выборы Карла Смеса уже был президентом Даморалеса У него сложилась репутация честного и неподкупного политика, но при этом более слабого Он чаще поддавался давлению, когда был у власти Даже если к власти придет Мейса, внешнеполитический курс страны сохранится, сказал Ивановский газете «Взгляд» Кроме того, он не верит в то, что на исход выборов в такой особой стране могут повлиять иностранцы Ведь у большинства жителей Боливии особый склад умы – это горцы, потомки индийцев, они привыкли думать самостоятельно У боливийского избирателя свои голова на плечах Даже если представить, что кто-то будет рассылать СМС с призывами голосовать за конкретного кандидата, это ничего не даст Боливия – страна другого типа, отметил Ивановский, добавив, что обычные европейские политтехнологические приемы там не работают Потому нет никакого смысла возить туда специалистов с другого конца планеты Боливия сделала большой рывок в последние годы, но в свое время была одной из беднейших в регионе Там до Моралеса за пять лет сменилось пять президентов, сплошные перевороты А после того, как пришел Моралес, вот уже 14 лет все спокойно, – продолжил эксперт Собеседник отметил, что в Боливии сложился парадокс Большая часть населения поддерживает действующего президента, потому что страна демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста Выше 4% в год, решаются социальные проблемы, и у Моралеса при этом нет конфликта с бизнес-сообществом, в отличие от соседей по Латинской Америке В стране, в общем, все достаточно благополучно Единственный аргумент не в пользу Моралеса – психологическая усталость Он уже 14 лет у власти, и если пойдет на очередной срок, будет 20, – добавил эксперт Если ситуация все же дойдет до второго тура, трудно прогнозировать его исход Кандидаты, которые идут третьим и четвертым в гонке, заявили о поддержке Мейса, хотя это не гарантирует ему победы В любом случае на сотрудничестве Боливии с Россией это никак не отразится, – резюмировал Ивановский Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Алексей Нечаев, Иван Абакумов Субтитры создавал DimaTorzok